Рад всех приветствовать, друзья! Плюс контент на связи, обновление Валхейм Туманной Земли уже на тесте, и в этом видео я расскажу, что открывается в новой кузнице и где добыть необходимые предметы для ее постройки. Для начала нам понадобится черное ядро, древесина Игдрасиля и черный мрамор. С древесиной все просто, находим большое дерево и добываем необходимое количество ресурсов. 10 штук хватит, однако для добычи древесины железный топор не подойдет, поэтому возьмите с собой топор из черного металла. Далее нам нужен черный мрамор. Чтобы его найти, придется либо попотеть, либо очень сильно попотеть. В первом случае вам нужно найти останки йотунов и из этих костей добыть черный мрамор. Встречаются они не часто, а в тумане еще попробуй их разгляди. Во втором же случае, если вам не удается найти кости, вы можете найти постройки древней цивилизации Двергров и попробовать их сломать киркой. Выпадает очень мало и это очень долгое занятие, так что забудьте об этом варианте. Ищите останки. Мрамор нам понадобится как минимум 14 штук. Тут сразу оговорюсь, что мы все еще на тесте и к выходу обновления все рецепты предметов могут поменяться. Кстати, для добычи мрамора вам понадобится новая кирка из черного металла. Скрафтить ее можно в кузнице после того, как найдете древесину в туманных землях. И наконец последний ингредиент для новой кузницы – черное ядро. Найти ядра можно в зараженных шахтах в туманных землях. Как говорится, легче сказать, чем сделать. Тут все зависит от вашей удачи. Для начала стоит сказать, что есть два типа входа в зараженные шахты. Либо вы найдете вот такую постройку, кишащую новыми монстрами, в подвале которой будет вход в шахту. Либо же вы найдете вот такой эпичный вход с лестницей. Тут как повезет. Шахты появляются не на каждом острове туманных земель. И в самих шахтах иногда может и вовсе не быть ядер. Если вам удалось выжить и вы собрали все необходимое, можно построить новую кузницу и кузнечный охладитель для повышения уровня кузницы. Давайте наконец посмотрим, какие новые предметы нам открылись. Далее, друзья, будут спойлеры того, как выглядит новое оружие и броня. Поэтому просто закройте глаза и представляйте себе, как я тут это описываю. И тут, как мы видим, нам доступно всего лишь четыре вида нового оружия. И новые болты для арбалета. К слову сказать, новый арбалет. Выглядит устрашающе. Перезарядка достаточно долгая, а стрельба из арбалета имеет прокачиваемый скил, повышающий его точность и урон. Далее нам доступен новый нож. Вернее сказать, один нож в одной руке, а серп в другой. Также доступно новое копье. И двуручный длинный меч. Выглядит очень увесисто и мощно. Улучшить все это оружие пока что можно только до второго уровня, что достаточно странно. Возможно, в будущем добавится улучшение и до четвертого уровня. Но на этом предметы кузницы не заканчиваются. Чтобы вам открылось все остальное, вам понадобится добыть сок из самого древа Игдрасиля. И я вам скажу, что это целый процесс, заслуживающий отдельного ролика. Так что о соке поговорим в следующий раз. А как только вы его добудете, на кузнице вам станет доступна новая броня. Выглядит интересно. Судя по всему, полностью создана из частей новых жуков. Далее у нас новая лебарда. Накладывает на врагов эффект молнии и наносит дополнительный урон. Далее новый топор. Интересной формы. При попадании накладывает на противника отравление. Тут же открывается новый лук. Выглядит практически как клык Драугра и наносит дополнительный урон духом. Далее на очереди новый меч. Наносит урон льдом и замедляет противника. Следующими идут новые щиты. По классике жанра один круглый щит и один башенный щит. И под концовку эпичнейший двуручный молот. По-моему просто сделан из брутальности. Пока что по всем оружиям ничего сказать не могу. Опять же это тема для отдельного видео. Напишите в комментариях, что думаете о новом оружии. С чем будете играть, когда туманные земли выйдут в полную версию игры. И конечно друзья, это еще не весь список нового оружия и брони. Которые доступны в обновлении. В следующем видео разберемся, как получить сок из древа Игдрасиля. И посмотрим на новое оружие и броню с магическими свойствами. Поэтому обязательно прожимай лайк этому видео. Подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы ничего не упустить. И конечно же, приходи на стримы. Там я прохожу туманные земли. И мы вместе с вами смотрим обновления. Ну а для тех, кто еще не знает, как попасть на тест обновления. Информация будет в описании. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.